друзья привет с вами константин канал муравьиный дом мы давно уже не выпускали для вас какого-либо контента на нашем канале и в этом есть свои причины сейчас в пару словах попытаюсь объяснить как обстоят дела со съемкой нового видео время для съемки есть желание тоже есть но снимать какой-либо банальный контент примеру как муравьи гоняют божью коровку или там лазиус ниггер против местор структор нам не хочется нет желания нет не лежит душа к подобным роликам дело даже не в том сколько они просмотров будут собирать хотя действительно интереса большого они аудитории не вызывают наш интерес лежит в том чтобы снимать для вас действительно полезный интересный контент поэтому сегодня мы снимаем первый свой пилотный выпуск формата спрашивали отвечаем где будем отвечать максимально развернуто на ваши вопросы которые вы задаете социальных сетях вконтакте на youtube канале в комментариях под этим выпуском и так далее мы будем собирать 10 полезных самых интересных вопросов за неделю и давать на них максимально простые и понятный для вас ответ поэтому следите за нашим каналом за новыми выпусками подписывайтесь если желание смотреть подобного рода формата мы начинаем поехали вы часто просите нас дать совет по каким-либо экзотическим видом которые не требуют зимовки которые листья неприхотливые уходе этот вопрос встречается не только у нас но и в других популярных группах по муравьям поэтому отвечаем этот вопрос задаваться быть не раз поэтому хочется сейчас его закрыть раз и навсегда и уже больше к нему не возвращаться первый момент что если мы говорим об экзотических видах то есть видов привезенных чаще всего с теплых стран давайте сразу договоримся что у них нет зимовки есть диапауза на зимовки нету то есть ставить их в холодильник на низкую температуру вам не придется это сразу раз и навсегда поэтому если вы спрашиваете про экзотов то не спрашивайте нужна ли им зимовка или нет это сразу просто раз и навсегда в качестве не сложных неприхотливых экзотических видов вы можете завести себя конечно же 1 никобаренсисов фейдоль псевдоританцев париусов мирмикарию и полиарахисов тех же и так далее расскажу интересную историю про всем известных мессоров у нас было много муравьев какой-то в весенний период после лета и так получилось что часть за частью колонии мы не уследили на это были свои причины скажу лишь главное что где-то около 100 колоний остались без какой-либо кормежки но с моим с момента поимки матки до вывода первых там пяти семи рабочих мы их не кормили и кормили их на протяжении 3 месяцев и когда мы начали делать ревизию этих колоний которых мы повторюсь по случайным образом не уследили выяснилось что где-то половины из них уже в половине из них уже успели погибнуть муравьи стали живые матки где-то даже погибла сама матка в части колонии еще оставались живые муравьи то есть подытожим что три месяца без еды для жнецов это прям ну все край это вот пограничная зона когда уже начинается смертность сначала умирает муравьи и последний остается матка так как она во время подготовки к лету накапливает большое количество полезных веществ для поднятия первых своих рабочих на нитов даже в том случае когда наступает недостаток пищем известно что она начинает переваривать свою мышечную ткань в качестве питательных веществ для себя поэтому она последний остается в живых но при этом мы заметили что часть маток которые потерпели эту голодовку у которых были точно рабочие перестали нести яйца то есть стали по какой-то по неизвестной на и причине бесплодными чтобы хотелось посоветовать не допускайте таких моментов когда ваши муравьи останутся без пищи более чем на месяц без пищи это значит вообще без единого какого-либо источника энергии два месяца это очень уже рискованный период а три это уже прям край да конечно вам расскажу простую статистику те кто ловил много маток или покупал наверняка это знают и для них это не будет какого-то удивления но те кто первый раз торкнулся с тем что он поймал матку нигеров или жнецов там к примеру на улице и она вдруг почему-то не стала нести яйца начинает гуглить суматошно бегать пихать епилог там чуть ли не опарыши уже с магазина истит и так далее друзья смотрите если говорю просто грубо статистическими цифрами вы из 100 пойманных маток нужно принять для себя сразу следующие цифры 15 процентов сразу не станет второй момент еще около 10-15 процентов маток в каких-то видов и все 30 процентов не будут нестись как не будут вы скажете ну и там же нету крыльев почему она не должна нести ребята у каждой матки бывают свои биологические возможности и так как и у людей так и у насекомых бывает понятие бесплодности поэтому факт оплодотворения отгрызание крыльев не является гарантией что матка даст расплод второй момент часть маток каком-то проценте отложено двоица и вы будете думать что все хорошо она отлично она оплодотворяется но на самом деле это будут слабые матки которые не дадут сильного потомства и многие замечали из вас что одна матка к примеру ниггеров уже вывела 10 рабочих а вторая матка сидеть на трех яйцах которые так и не растут не развиваются давайте подытожим что из 100 пойманных маток у вас от силы будет 50 сильных особей которые сильных колоний которые действительно дадут сильное потомство которых вы сможете продать отселить и так далее все 50 остальные 50 вы скорее всего выпустите или выкинете это надо понять признать и сразу же как быть для себя уже закладывать это в какие-то там расходы там если вы тратите 30 тысяч на только что пойманных маток шнецов например вы должны понимать что 15 тысяч вы сразу на ровном месте теряете просто вы их сразу должны включить стоимость уже будущих оставшихся маток которых вы будете продавать вот такая вот статистика поэтому матка не несет яйца да это норма потому что часть маток несет часть маток несется плохо часть маток вообще не несется вообще и с этим вы ничего не сможете сделать чем вы их не кормили белком семенами вы можете там не знаете шприца и там заливать что-то абсолютно ничего не изменится то есть вам придется просто ее отпустить кормить других муравьев матками я конечно тоже не советовал однозначно нет и вот по каким причинам первое вы очень сильно рискуете заводя дома таких муравьев одна нелепая ваша ошибка одна какой-нибудь незакрытая дырочка формикарий или если чего хуже формикарий самодельный и они найдут где-то лаз то колония это нижнецы которые там максимум что выбежит рабочий побегать по дому и возможно даже не вернется в этом случае если фараоновые муравьи найду дырку в вашем формикарии они уйдут и заберут собой несколько маток которые с радостью поселиться у вас где-нибудь под умывальником в сыром месте где у вас есть сырость и тогда вам придется полностью разбирать кухню разбирать дом поднимать если это частный дом вам придется поднимать полы проводить полностью хим обработку хим там хим очистку и так далее это большие деньги будут для вас и ваших родителей поэтому однозначно поэтому уже только по этой причине нет второй момент опять-таки фараоновые муравьи это нижнецы они не будут сидеть в том пространстве которым вы им выделили те же кто держал мир мигдома или лесных муравьев вы наверняка замечали что у них есть постоянное желание захватывать больше и больше территории они постоянно рвутся на волю их как и тех же карибар их невозможно держать в каком-то таком ограниченном пространстве вы будете только наблюдать за процессом что они постоянно ищут нычки постоянно вы ищут лаз где вы быстрее покинуть вашу ферму ему и они обязательно будут ждать что вы ошибете забудете закрыть крышку или закрой неплотно или вы плохо залили гипс и у вас где-то будет трещина все они воспользуются ваша ошибка и тогда вас ждет большая беда вот в группах где задают вопросы не буду говорить каких есть по максимально частых вопроса первое это какие стадии и какой сроки развития от личинки до рабочего и второй вопрос пойму когда будут бегать первые муравьи особенно меня радуют такие вопросы как поймал матку уже прошло 7 дней рабочих до сих пор нет ну ребята честно говоря сроки развития рабочих нанитов первых до первых рабочих у всех маток разные это первое даже маток одного и того же вида у всех будут разные вот вы по 10 маток ниггеров разных просадите их по пробиркам у одних через два месяца будут рабочие это я вам пример абстрактную цифру говорю что ниггеры больше по срокам развиваются чем зеницы а у других и через три месяца они будут сидеть на яйцах поэтому это зависит опять-таки от самой матки насколько она сильная насколько она быстро поднимет новых рабочих ну то есть первую очередь конечно же зависит от матки но и второй момент конечно же это условие если вы а не тревожите ее не трясете не кормите кормить маток до появления первых рабочих не нужно если для нее сок идеальные условия там нахажите это темнота их и теплая температура выше там 25 градусов то муравьи появится там тех же жнецов не раньше чем через 4-6 недели это вот примерные сроки у каких-то как я уже говорил ранее маток вообще не появится рабочий у каких-то маток через два месяца будут продолжать яйца лежать без каких-либо рабочих поэтому от того что вы будете пытаться сунуть им белок на этапе появления еще до появления еще что-то это никак не изменит скорость появления рабочих больше что если вы тревожите матку это может быть это может худшим образом появляет повлиять на скорость появления рабочих поэтому вам остается только терпеливо ждать и раз где-то в две недели тихонько доставать эту пробирку с маткой и смотреть если муравьи или нет до неприятности случаются но что хотелось бы сказать что подкинуть матку новую к этим рабочим нельзя ни при каких условиях ни при каких там полосканиях заморозках так далее полоскание да и заморозка тем более не избавляет муравьев от запаха матка будет иметь новый запах и они ее 99 процентов случаев казнят то есть родной мамой она им не станет можно подкинуть к матке когда она одна например или когда там пять рабочих ей можно подкинуть еще три-четыре рабочих или пять подселить плавным образом там через марлю и так далее да этот вариант еще может покатить но подкинуть матку к сотне рабочих вы не получится да и вообще муравьи этого вида очень плохо друг другу подселяется многие экспериментируют еще раз скажу что с утоплением заморозками мы сами пробовали эти опыт пробовали подселить около 20 рабочих другой колонии к одной колонии замораживали топили делали все но максимум что вы добьетесь муравьев не сразу убьют они будут жить изгоями на арене и в конечном случае все равно умрут родными они уже точно никогда не станут а как понять что муравьям пора на зимовку на самом деле не сложно первое муравьи становятся вялыми второе они отказываются от пищи то есть проявляет мало интереса к вашему сиропу например или кормовым культурам третье у них перестает развиваться яйца коконы которые у них уже есть и не появляются новые ну то есть это признак того что пора на зимовку при том комнатная температура которая есть в данный момент не особо оказывает влияние на этот процесс то есть даже если у вас будет 25 градусов около пробирки муравьи все равно почувствует что им пора на зимовку наступает это где-то примерно уже в октябре месяце муравьи уже начинают готовиться то есть у них природа и примерно циклы такие заложены и вам пора будет отправлять этих муравьев на зимовку меньше каких-то даже и на пять опять-таки процесс зимовки не такой уже простой и смотрите ролики читайте как правильно проводить зимовку то есть это не просто взять и переложить в холодильник нужно провести некоторые шаги там такие как плавное опускание температуры там откормка перед зимовкой и так далее а на этом вопросе новички часто делают ошибки они пытаются поставить лампу начинать светить несколько суток на эту арену на этих бедных муравьев начинает их прямо с этой лампой чтобы они все спрятались в ходы чтобы они там не выходили на эту арену и так далее смотрите какой совет дадим мы мы как магазин первое вам нужно дождаться момента когда муравьев на арене будет меньше всего второй шаг закрыть выходы на арену ваткой пинцетом взять пинцетом ватку и закрыть тех муравьев которые остались на арене и самим изготовить экскаутер выловить им оставшиеся на арене муравьев схема этого устройства есть в интернете вы можете это сделать и с помощью трубок воздуха переселить всех муравьев какой-то контейнер далее провести уборку провести уборку арены хочу отметить сразу что у нас в магазине есть набор инструментов для уборки арены формикария это удобный совок и кисточка для уборки а также есть usb пылесос если нужно отловить очень много мелкого мелкого мусора скажу сразу что при уборке старайтесь не отмывать их метки с помощью палочки с ваткой и так далее то есть муравьи отмечать места где у них была мусорка если вы их отмоете возможно они начнут носить мусор в другое место другое место то которое вам наоборот не нужно поэтому делайте уборку арены максимально правильно после того как вы закончили уборку вы вытряхиваете всех муравьев и из гаутера обратно на арену и достаете ватку из ходов и ваши муравьи снова радуются жизни интересный вопрос интересно в первую очередь для нас как для разработчиков создателей ферм скажу сразу что изготовление фермы для магазинов достаточно непростой процесс если вы действительно идете к тому чтобы изготовить правильную ферму примеру наши фермы которые выпускаются продается в данный момент несут на себе название внутренние 26 версии то есть если вы где-то слышали что там мы изготовили ферму там 20 там с справленными ошибками 30 там дан некоторые называют там чтобы обозначить факт того что ферма там новая вы вышла в этом году так вот у нас 26 версия мы об этом не хвастаемся мы об этом как бы особо не распространяемся но он просто рассказываю внутреннюю кухню что 26 версии это 26 итерации и и улучшение что это значит что была ферма нам что-то в ней не нравилось в ней были косяки мы исправили получилось ферма 20 нам опять что-то не понравилось мы опять нашли что-то то что нам не нравится то что например мы увидели у других производителей фермы мы это не приняли или это что-то плохо было это уже мы исправили это получилось 3 0 и вот так 26 версии для того только для того чтобы прийти к действительно более-менее идеальной ферме который не стыдно продавать теперь про суть самого вопроса на что обращать внимание что смотреть какие бывают косяки у производителей ферм первое это отсутствие зоны увлажнения да такое бывает есть фермы в которых нет гипса или вообще как такового материала для долгого удержания влаги вам будет конечно непонятно как это сделать ферму без гипса но такое тоже есть есть фермы где нет ни губки не гипса а вода заливается просто в акрил в камеры и она там это и в камере лежит и как-то там через слои и дает влажность для всех муравьев поэтому такие фермы точно брать не надо второй момент есть фермы у которых качестве увлажнитель используется губка и губка прямо открытые по ней ползают муравьи ну то есть она не закрыта акрилом там с помощью прорезей а просто вот она есть синие и прям на ней же сидят муравьи вымазывают своими отходами жизнедеятельности и прям в эту же губку льет воду с помощью пипетки это конечно тоже дико такие фермы тоже брать не надо вот это по поводу того увлажнения второй момент это высота ходов часто производители экономит на материалах и делают ходы высотой в районе там меньше меньше 6 миллиметров там вот только-только чтоб рабочий там пробежала жнеца и так далее это тоже плохо и неправильно многим видам нужна высота около там сантиметра минимум а то и больше поэтому смотрите чтобы ваша ферма была с ходами не минимум 15 миллиметров это прям идеальный вариант почему идеально потому что муравьям будет легко разбегаться не только как слева и справа ну и друг над другом они смогут ползать по потолку у вас будет большее место для движения муравьев им будет лучше там жить сам собой наших фермах высота камеры минимальная 15 миллиметров то есть в этих фермах вы можете содержать самых больших муравьев которых сможете там достать это могут быть гигасы и там тех же вагусов наших российских которые можете у нас найти им будет комфортно они не будет там застревать нигде им будет очень комфортно развиваться поэтому за обращайте внимание на высоту ходов спрашивайте у производителей ферм смотрите на фотографиях примерно определяю и на глаз часто это пишут характеристиках третий момент на что стоит обратить внимание это конечно же это наличие щелей но к сожалению этот момент вы не сможете определить при покупке то есть при выборе на сайте это только когда фирма действительно придет к вам в ее заселить скорее всего только потом увидите что например арена имеет клей и какой-то клей там прилегает неплотно и в этих местах обратно такие фермы со щелями очень часто встречаются у нас на рынке и многие даже затыкают эти щели ваткой нашей фермы арены наших ферм не клеевые поэтому щелей там нету и не может быть просто конструктивной силу того что все стыки стенок они идут не друг другу а прям вставляется в друг другу поэтому там идет максимально плотное прилегание и там даже волос не пролазит в эти стыки вот но на это стоит обращать вам обязательно внимание еще один момент это размер арены часто есть фермы у которых высота арены такая же как и высота ходов то есть там два сантиметра и быть даже на такую арену не поставить поилку и да и вообще муравьям вместимость этих ферм остается под вопросом это там 300 там 400 особей она уже будет полностью битком вам нужно будет покупать новую то есть муравьям хочется свободы муравьям хочется бегать муравьям хочется осваивать чем большие территории поэтому если у вас ферма будет полметра на полметра я вам грубо говоря грубо говорю да конечно таких не бывает у муравьям это будет еще лучше чем больше ферма тем муравьям лучше то есть гнездо муравьев может быть маленьким там 20 на 20 сантиметров их это будет устраивать на территорию которые не смогут осваивать она не имеет пределов она чем больше тем лучше поэтому обращать внимание на то чтобы арена была хотя бы минимум пять сантиметров ну а по ширине по длине конечно там вообще нет никаких ограничений есть производители которые делают большие фермы большие арены к примеру наша ферма зеленый куб имеет там арену минимум там 20 на 20 сантиметров поэтому там действительно полное раздолье для того чтобы они могли там находиться ну и еще один момент при покупке фермы это наверное комплектация всегда обращайте внимание на то что идет с фермой часто производители не кладут какие-то важные инструменты дадут только вам пипетку антипобег семена все на этом все закончится то есть смотрите чтобы комплектация была максимально плот полная чтобы вам ничего потом не приходилось покупать именно поэтому к своим фермам мы кладем помимо всего еще и поилку для того чтобы вам не пришлось ее мастерить своими руками там изготавливать из каких-то шприцов и так далее то есть мы продаем полный комплект что вот так вот получили и все и вам уже ничего не нужно докупать все что только может вам понадобиться для этой фермы все уже будет идти в комплекте и также такой момент есть если ферма большая имеет очень большое количество ходов обращайте внимание на то чтобы между этими ходами были перегородки конечно не часто можно встретить ферму которая не имеет перегородок это как бы маски об считается при создании фермы но но все-таки смотрите эти моменты также последний вопрос как купить к линзу линзу имеется виду для макросъемки действительно интересный хороший вопрос мы не раз покупали тестировать для себя различные линзы с китаем линзы именно для макросъемки назывались так макролинзы и так далее которые одеваются на телефон в виде прищепок таких наверняка многие видели что хочется заметить сразу в этом во всем процессе покупки первое не ищите хорошую линзу дешевле 500 рублей вот просто этот примите для себя это как факт если вы видите на алиэкспресс линзу за 120 рублей вот просто какие бы характеристики не писал производитель линз они могут либо фотографии могут не соответствовать реальности либо характеристики могли быть скопированы из какого-то другого сайта бездомно ну я говорю про самую главную характеристику это диаметр линзы и конечно же кратность увеличения макросъемки поэтому вы можете нарваться на такое очень плохого качества линзы поэтому первое на что стоит обратить внимание при покупке линзы это большое увеличение то есть чаще всего пишут хорошие макро линзы начинаются с параметрами от 20 ну то есть пишется макро линза x20 и выше ну то есть такую линзу действительно не стыдно купить остальные линзы если вы берете где пишется x5 там или x10 они очень слабо будет увеличение второй момент обращайте внимание на диаметр линзы если линза будет вот такой диаметр как мышиный глаз сантиметр вот которая вот вот чуть чуть больше чем ваш действительно объектив на вашей камере то вы получите очень маленькое пятно для съемки то есть часто видели что автор фотографирует муравья а все остальное начинает закругляться рядом да то есть такой момент расплывания и закругления то есть видно только буквально там один сантиметр четкого снимка на фотографии остального вообще ничего не видно это все потому что очень линза маленького диаметра поэтому берите линзы побольше которые там идут минимум там два сантиметра и так далее чтобы они ну прямо на фотографии видно чтобы ли сама линза была порядком больше самого объектива на вашем смартфоне третий момент макро линзы они всегда идут в наборе с другими линзами на обращайте на это внимание макро линза не может ну как бы чаще всего продаваться одна вот поэтому добавление на нее каких-то других линз повышает ее оптические возможности и последний момент на что стоит обратить внимание это фокусное расстояние чем выше но то есть чем больше но от объекта часто магазины пишут что фотографировать с этой линзой можно на состоянии там 3-4 сантиметра это на самом деле хорошее расстояние для линзы наше время для недорогой линзы понятно там 15-15 метров вы не добьете такой линзы то есть иногда магазина в характеристиках пишет что фотографируем чтобы объект был четкий его нужно фотографировать там на расстоянии расстояние один там полтора сантиметра такую линзу брать не надо у вас не будет возможности вашей ферме приблизиться к муравьям на такое расстояние то есть уже отчитывайте что если даже в линзу и претесь в акрил то муравьи будут постоянно передвигаться и вы не будете же вот так полей по акрилу водич для того чтобы поймать только того муравья который действительно находится на этом расстоянии то есть вы у вас должно быть просто и у вас должна быть возможность вот самим делать ловить это фокус на расстояние примеру зафиксировать ваш смартфон на штативе на удаленность им дам 2-3 сантиметра от муравья чтобы вас была возможность закрепить муравьи были при этом четко всегда обращайте на это внимание при покупке линзы у нас в магазине часто бывают линзы в наличии мы их постоянно закупаем они у нас расходятся мы покупаем для эксперимента новый сейчас приедет еще одна партия линз у нас будет в продаже так далее эти линзы уже проверенные действительно мы можем сказать что им стоит доверять и мы сами фотографируем на них муравьев и действительно проверенные испробные линзы вы можете найти у нас их в каталоге если их нет наличия вам нужно будет просто их подождать они часто у нас появляются поэтому оформить заказ например мы вам сообщим как явится на наличие в принципе это все мы сегодня рассмотрели 10 ответов на самые ваши популярные вопросы если вам нравится формат если вы подчеркнули что-то интересное и полезное с него подпишитесь на наш канал ставьте хотя бы один лайк под это видео будьте с нами и под этим видео в комментариях пишите новые вопросы для следующих выпусков как только мы соберем наберем 10 интересных вопросов мы сразу же снимем для вас новый выпуск поверьте если мы будем набирать максимально быстро эти вопросы мы будем хоть каждую неделю выпускать для вас новый ролик и с новыми ответами с вами был константин канал муравийный дом надеюсь что формата не был для вас занудным и затянутым и пишите что вам поскольку понравилось в этом формате будем делать для вас новые выпуски ну всем спасибо за внимание всем хорошего времяпрепровождения всем пока